На площадке пять упряжек собак пока немного. Их выводят позже, за полчаса до старта, чтобы не нервничали. Каюр Арсений Терюмин заканчивает последнее приготовление. Он с собаками самого детства. С 14 лет участвует в соревнованиях. Говорит, что собаки не просто товарищи, это семья. Это, конечно, даже не компаньон, это скорее даже как члены семьи. Особенно, когда идешь на дистанции, один на один, и ты понимаешь, что ты полностью зависишь от собак. А собаки полностью зависит от тебя. Это такая вот взаимосвязь. Самый из них, самый крутой, самый классный, конечно, мой лидер, это Лексус. Как собаку назвали, так она и побежала. Просто в последние годы мы с ним ни одной гонки не проиграли. То есть где мы участвовали, неважно, на один километр летом или 520 километров, как мы ездили на Волгу. Международную гонку, конечно, потрясающий пес. Наконец на площадке появляются главные герои. Это и сибирские хаски, и норвежские беговые, и даже местные, так называемые, байкальские хаски. Как только собак ставят в упряжку, они начинают активно лаять и вырываться. Это не агрессия, успокаивают зрители, знающие люди. Это желание бежать. Перед стартом каждую собаку осматривает команда ветеринаров. Животное должно быть полностью здорово. Кроме того, проверяют чип. Собака чипируется самостоятельно владельцами в ветеринарных клиниках тех городов, где они проживают. Она вводится пожизненно. То есть чипирование один раз чип на всю жизнь. Он вводится в область лопатки или плеча. И у нас есть специальные сканы, которыми мы читаем чип. Чип – это, собственно, идентификация собаки и их личный номер. Личный номер гарантирует честность гонки. Каждая заявленная собака должна дойти до финиша. Заменить или добавить пса в упряжку после начала соревнования нельзя. Кроме того, гонщик может быть полностью дисквалифицирован за жестокое обращение с животными. В нартах Каюра обязательно есть специальные башмаки и мазь для лап. В этом году на такой сложной трассе они им обязательно пригодятся. Сложность трассы, что есть участки, где нет снега, где придется бороться. С лыжником придется снимать лыжи, бежать. Нарты где-то придется спортсмену и переносить за собаками. Там, где лед, надо удержаться. И большие перепады высот есть. В общем, главная сложность – лед. Рана пришла в этом году весна. Итак, старт. Участники отправляются в путь с промежутком в две минуты. Впереди минимум 100 километров, максимум 155. Маршрут Иркутск-Листвянка. Несколько чекпоинтов. На одном из них участник непрерывно должен отдыхать 4 часа. Дистанция непростая. Иркутское водохранилище, несколько перевалов на территории Нацпарка и, конечно, Байкальский лед. Идут спортсмены и ночью. Утром следующего дня первым к финишу пришел герой нашего сюжета – Арсений Терюмин. Он преодолел дистанцию за 12 часов 35 минут и стал победителем на дистанции 155 километров. Екатерина Нерушкина, Александр Барановский. Новости сейчас.